Добрый день, друзья! Именно о тех сортах, которые очень популярны в своих странах, но практически неизвестны за их пределами. Мы не будем говорить сегодня о таких известных сортах, как Санжавезе, мы не будем говорить о Тимпронилье, мы не будем говорить, скажем, о Грюнер Вильклинере, даже об австрийском. Санжавезе, если вы знаете, помните, итальянский сорт, Тимпронилье испанский, Грюнер Вильклинер – это сорт австрийский. Мы будем говорить о нечто совсем малоизвестном, но малоизвестном только для тех, кто никогда не задумывался, а действительно ли всякий малоизвестный сорт малоизвестен везде, в том числе у себя на родине. Таких сортов, которые малоизвестны вообще, их на самом деле, конечно же, очень много. Если мы возьмем даже хотя бы Грузию просто, то мы вот сегодня сейчас в чате перед началом лекции говорили, и мало кто представляет себе грузинских сортов за пределами двух основных – белого саперавия, белого ркацетеля и красного саперавия. Кто может назвать еще хотя бы пару-тройку сортов? Да, есть такие сорта, как Киси, как Мцване, но есть и совсем малоизвестные сорта, такие как Ацханури саперы, как Шавкопита, как Адриули шави. Вот таких сортов их на самом деле очень-очень много. Но мы будем говорить о тех сортах, которые у себя на родине входят в топ-10 сортов по посадкам. Многие из них будут входить не просто в топ-10 по сортам посадки, они будут входить в топ-3, но при этом за пределами страны они крайне малоизвестны. И, соответственно, мы поговорим, почему так получилось, что у себя на родине эти сорта популярны, что эти сорта востребованы, а за пределами, почему их так мало и что с ними не так, что в них хорошо, что в них плохо. Пока я хочу для начала сказать огромное спасибо всем, кто в перерыве между двумя лекциями еще закидывал донаты под этим анонсом, под этим стримом. Вы найдете ссылку в комментариях на все мои соцсети и на Donation Alerts. Я, как вы видите, подключил в суперчат. Огромное спасибо Samsung 9300 за участие. Ну и мы начинаем. Поехали еще раз. Я сразу переключаюсь на рабочий режим экрана и давайте поговорим на эту тему. Погромче выкрутить. Давайте я попробую чуть-чуть выкрутить. Проблема только в том, что почему-то, когда я выкручиваю громкость, начинает сильно портиться звук по качеству. Начинается звук как из бочки. Давайте я попробую чуть-чуть добавить громкости на микшере. У меня микшер под рукой. Должно стать погромче. Со звуком проблемы, да? Так, давайте. Я вроде подкрутил. У меня сейчас захват входного потока идет. На 0 дБ ничего не режется. Стало лучше со звуком? Звук как из бочки – это аутентично. Да, Елена, спасибо. На винном стриме можно допустить себе, разрешить себе звук как из бочки. Да, Тимур Булатов, видео. Спасибо огромное. Молодец, сделал таки. Да, Тимур, спасибо огромное, сделал таки. Наконец-то справился. Так вот, разговор мы начинаем с того, как у нас делятся все сорта на какие важные группы. Ну, самое высокое деление, самый высокий уровень деления – это деление на черные, белые и серые сорта винограда. Мы с вами об этом уже говорили, что черные сорта – это сорта с окрашенной шкуркой, с темно окрашенной шкуркой, от насыщенно синих, темных до истинно черных. Белые сорта – это сорта со светлой шкуркой в диапазоне от бледно-белых, зеленоватых, насыщенно зеленых, до золотисто-желтых, до прям насыщенно ярких и даже оранжевых. Дело в том, что многие сорта, когда растут, они в период созревания начинают накапливать небольшое количество красящих пигментов в шкурке. И тот же, скажем, рислинг, например, это сорт, в общем-то, считающийся белым, но на момент уборки рислинг в солнечные годы может быть почти морковно-оранжевым в гроздях, такой ярко-ярко-золотистый и почти даже, как я уже сказал, оранжевый. Огромное спасибо, Мильмар, Елена Деркач, спасибо, вижу ваше участие, очень приятно. И серые сорта, это те сорта, которые нам приняты называть розовыми. Это такие сорта, как пино-гри, как мерло-гри, как савиньон-гри. Это такой сорт, как гевюртстраминер. Это такой греческий сорт, как масхофиллера и многие другие. Их очень много. Скиньте ссылку на Donation Alerts. Мне слишком сейчас трудно переключаться. Посмотрите, пожалуйста, в первом комментарии, в закрепленном комментарии под этим стримом есть ссылка на Donation Alerts. Спасибо большое. Или, друзья мои, кто-нибудь скиньте, пожалуйста, ссылку из чата в чат из комментария. Спасибо огромное заранее. Так вот, соответственно, это деление, оно понятно всем. Кстати, я надеюсь, что все знают, что у окрашенных сортов винограда, у черных и серых, окрашена только шкурка. Вспомните, пожалуйста, как выглядят столовые сорта. У них практически у всех мякоть винограда, само мясо, оно на самом деле не окрашенное. И сок почти любого сорта, он светлый, он почти белый, если только не допустить его окрашивания от шкурки. Соответственно, почти из любого сорта винограда можно сделать вино. И можно сделать белое вино. Но не из всякого сорта можно сделать красное вино. Для того, чтобы сделать красное вино, нужны темно окрашенные сорта, чтобы шкурка винограда окрасила выделившийся сок. Есть очень небольшое количество сортов исключений. Это сорта, которые называются сорта красильщики или тентюрье. Такие сорта, как ракоцителия, как названные мной ранее адриули шави. Ну и, конечно, такой сорт, как аликант буше, о котором мы говорили в одной из прошлых лекций, упоминали его во всяком случае. У него сразу, у этих сортов, сразу окрашенная красная мякоть и сразу красный разной степени интенсивности сок. Теперь вторая ступень разделения. Это разделение на столовые и технические сорта. В одной из лекций, в одном из комментариев, в прошлой, кстати, лекции, меня спросили, почему сорта винограда делятся на столовые сорта и на технические сорта. В чем различие этих сортов, потому что в заголовках предыдущих двух лекций было написано «белые винные сорта, белые и красные винные сорта». В чем отличие столовых сортов винограда от технических. Столовые сорта винограда – это сорта винограда, у которых обычная тонкая шкурка, потому что нам неприятно жевать виноград, есть виноград с толстой кожурой. Вот Молдова, например, сорт такой, как бы считающийся универсальным, он считается не лучшим столовым сортом из-за того, что у него очень грубая, очень толстая шкурка. Соответственно, у столовых сортов шкурка должна быть тоненькая. Вспомните, какая тоненькая шкурка у тлишмиша. Вспомните, какая тоненькая шкурка почти у всех реально столовых сортов. Кроме этого, у столовых сортов очень крупные ягоды. У них обычно очень такая мясистая, насыщенная и объемная ягода для того, чтобы вы получили как можно больше, собственно, мякоти этой ягоды, чтобы вы получили как можно больше вкуса, когда вы едите виноград в свежем виде. Но это не все отличия. То есть, толщина шкурки и размер ягоды – это далеко не все отличия технических сортов от столовых. В столовых сортах ягода мельче, шкурка толще, но при этом еще и выше содержание сахара и выше содержание кислот. Столовые сорта менее сладкие и одновременно менее кислые, потому что если вы будете есть винные сорта, то у вас очень быстро появятся на зубах оскомина. Они гораздо более кислотные и в то же время гораздо более сладкие. Это, собственно, основные отличия между столовыми сортами и техническими. Теперь мы переходим, собственно, к техническим сортам. И внутри технических сортов существует разделение на три важных группы. Это сорта международные, это сорта региональные и это сорта автохтонные. Что значит это деление? Соответственно, как насчет вин из кишмиша? Могут ли они быть? Из кишмиша, из любого винограда, из столового винограда можно сделать вино, но это будет плохое вино. Ему будет не хватать свежести и кислотности. Кишмиш слишком пресный сорт для того, чтобы из него получилось свежее, бодрящее, приятное, сбалансированное вино. Помните, в прошлой лекции мы говорили про баланс вина и там кислотность одной из стрелочек является на диаграмме баланса. Так вот, из кишмиша можно сделать вино, но почти гарантированно этому вину будет не хватать кислотности. Оно будет выглядеть таким плоским, неприятным, несвежим, алкогольным даже в каком-то смысле. Именно поэтому из кишмиша очень редко делают вино. Соответственно, как появилась разница между столовыми и техническими сортами генетически? Очень просто. Так же, как появилась разница между различными направлениями, скажем, скота. У нас среди коров есть мясные породы и есть молочные породы. В процессе отбора, в процессе скрещивания, переопыления, клоновой селекции человек отбирал отдельно сорта для того, чтобы использовать их в свежем виде. Отбор шел в направлении как можно более крупных ягод, как можно более тонкой кожуры и как можно более сбалансированного, приятного вкуса в свежем виде. И параллельно человек вел селекцию и отбор ягод, которые предназначены на производство вина. Ягод с толстой шкуркой, с маленькими ягодами, которые могут давать насыщенные, плотные и ароматные вина. Это два разных направления селекции, два направления отбора, которые вел человек независимо друг от друга. Спасибо огромное, друзья мои, Виктор Гончаров. Всех вижу за участие. Хороший вопрос, Андрей спрашивает, влияет ли само по себе брожение на кислотность вина или что было в винограде, то в вине и будет. Практически то, что было в винограде, то в вине и будет. Если брожение проведено правильно, то дрожжи не увеличивают или почти не увеличивают выработки кислот. Вот. Единственная серьезная кислота, которую вырабатывают дрожжи параллельно с проведением алкогольного брожения, это небольшое количество уксусной кислоты и ее производных. И, соответственно, помимо дрожжей, дрожжи ее производят очень мало, но в сусли всегда присутствуют уксусно-кислые бактерии, которые ее производят. Поэтому чуть-чуть кислотность может измениться, но очень незначительно, если процесс проведен правильно. Поэтому то, что есть в винограде, то в общем случае и будет в конечном готовом вине. Ну так что? Про международные сорта мы с вами говорили. Международные сорта – это очень небольшой круг сортов, преимущественно французских исторически. Единичные сорта выбились в международные не из Франции. И это такие сорта, как белые сорта Шардоне и Савиньон Блан, розовый сорт Пиногриджио и немецкий сорт Рислинг. Это белые международные сорта, которые очень популярны во всем мире и выращиваются практически во всех без исключения странах, где их высаживают, где вообще делают вино, где занимаются выращиванием винограда с этой задачей. Из красных сортов – Каберне, Савиньон, Мерло, Пинонуар, Сера, Шерас, Мальбек – это, опять же, Каберне, Фран, и практически этим круг исчерпывается. Это группа международных сортов. 50, 60, 70 стран. То есть, малейший повод – Мьянма, Таиланд, Иордания. Такие страны, в которых всего-то 5, 7, 100 гектаров виноградников, всё равно уже занимаются выращиванием этих сортов. Значит, соответственно, это сорта, которые называются международными. Но международными сортами всё не исчерпывается. Вторая большая группа – это сорта региональные. Что это такое за сорта? Это сорта, которые вышли несколько за пределы своей родной страны, за пределы своего родного региона, где они были выведены, где они были найдены, где они были обнаружены. И распространились на несколько соседних стран, по большей части соседних, или иногда на те страны, которые имеют сильные культурные связи с их родиной. Так, например, сорт Темпранилия вышел за пределы Испании и активно культивируется в Португалии. Но кроме Португалии тесные связи исторические с Испанией имеет Аргентина. И в Аргентине тоже есть довольно большие посадки сорта Темпранилия. Это вот три страны, которые выращивают активно и довольно много этот сорт. Таким образом, Темпранилия – это уже сорт не совсем автохтонный. Он вышел за пределы своей страны и распределился по нескольким странам, но далеко не по всем. Так, например, Темпранилию, скажем, совершенно нет практически там в Австрии. Или Темпранилия совершенно нет в Италии. То же самое относится к Сан-Джавезе. То же самое относится к грузинскому сорту Саперави, который, конечно же, грузинский. Но он давно вышел за пределы Грузии. И, как я уже говорил в прошлой лекции, активно выращивается и в Армении, и в Азербайджане, и в Молдове, и в России, и во многих странах Восточной Европы. Соответственно, Ркоцители – та же самая история. Вельш-Рислинг – сорт неизвестного нам происхождения, который активно выращивается во всей Восточной Европе. В Италии, частично в Австрии, в Германии, во многих странах вот этой вот Центральной и Восточной Европы. Французский сорт Русан, который тоже выращивается во многих странах Западной и Центральной Европы. И сорт Сен-Жавезе, сорт Блау-Франкиш – это сорта, которые выращиваются в Центральной Европе почти повсеместно. Ну и, наконец, предмет нашего разговора. Предмет нашего разговора – это автохтонные сорта. Сорта, которые по каким-то причинам чрезвычайно популярны у себя в регионе, даже зачастую, даже не в стране происхождения, а именно в регионе происхождения. Но при этом совершенно неизвестные или малоизвестные за ее пределами. Вот почему так происходит, что это за сорта для разных стран, мы сегодня с вами и будем говорить. Так, спасибо всем огромное. Евгений Романцов, Андрей Сапожников, Леонид Энт, Роман Марковкин, Юлия Рислинг. Спасибо вам. Из Donation Alerts – Артем Елисеев, Диана Русланова, Авиа, Кандидат Наук, Анжей, Дмитрий Красильников, Дмитрий И.В., Алексей Виноградов, Наталья Мейлюнас. Спасибо вам всем огромное за участие. Очень приятно. Алексей, спасибо огромное. Так вот, давайте поговорим об автохтонах. Что это такое и где что растет. Вот, давайте посмотрим на традиционный, я же, вы понимаете, что я по образованию математика исторически, и как следствие у меня есть некоторая любовь к табличкам и цифрам. Давайте немножечко, пару слов я еще отвечу на чат, вопросы чата. Делают ли промышленное вино из Молдовы? Делают, но очень незначительное количество. Все-таки сорт действительно универсальный и не очень хорошо годится ни на вино, ни на столовые сорта. Соответственно, Мольбек причислил бы к региональным. Мольбек, к сожалению, ну или к счастью, за последние годы вышел за пределы регионального. Мольбек сейчас выращивается в значительных количествах во Франции, Аргентине, США, Австралии и Новой Зеландии. Это уже как минимум пять стран по всему миру. И Мольбека много. И тут я соглашусь с Евгением Романцовым, что да, Мольбека уже достаточно много. Кульджинский у нас в Казахстане знаком вам? Олег Непомнящих спрашивает. Один из фантастически красивейших сортов. Кульджинский это просто вот такой трепет. Когда смотришь на этот сорт, это безумно красивый сорт. У него такая плотная, хорошо сбитая гроздь. Серо-розоватого цвета ягоды. Невероятно красивый сорт. Да, я его знаю. Очень-очень красивый. Вельшлистен крайне распространен на Балканах под названием Грашевина. Мы сегодня, Андрей, будем о нем говорить. Зинфандель. Ну, такой он больше региональный сорт, потому что это все-таки примитива. Это все-таки трибидрак. Это все-таки церленок каштеланский и так далее. Мольбек изначально французский, проявился в Аргентине. Да, совершенно верно. Про один из ваших любимых Сагрантина расскажете. К огромному сожалению, Сагрантина даже в Умбрии не набрал большого количества площадей. Мы сегодня в Италии будем говорить про другой сорт. Соответственно, Наталья перечисляет. Дальчетто, Руки, Уварара, Весполина, Канайола, Калорина, Маммала и многие другие. Я могу продолжить ряд. Какие страны специализируются на столовых сортах? На столовых сортах специализируется Китай. У Китая огромнейший виноградник, но 80 с лишним процентов этого виноградника – это столовые сорта. Он выращивает такие сорта, как Киоха и Ред Глоуб. В огромнейших, невероятных количествах этот виноград выращивается. И, соответственно, кроме этого Турция, кроме этого почти вся Азия, Иран и многие-многие другие страны. Но давайте смотреть на винные страны. И вы видите, что количество сортов, которое выращивается в каждых из стран на зарегистрированных промышленных виноградников. Практически все европейские страны имеют реестр виноградников с указанием сорта, который растет на этом винограднике. И, соответственно, статистические агентства разных стран могут посчитать, сколько сортов растет в той или иной стране. И вот вы видите, что абсолютным безоговорочным лидером по количеству выращиваемых сортов 396 сортов на 2014 год зарегистрировано в Италии. В разных регионах Италии выращивается огромнейшее количество самых разных сортов. Связано это в первую очередь с тем, что Италия объединилась очень-очень поздно. Процесс ресорджмента был закончен фактически в XVIII веке, даже ближе к концу XVIII века. До этого момента Италия была достаточно разобранной страной. Существовала Папская республика, существовало Королевство двух Сицилий. Существовало отдельно множество республик, там Флорентийская, Сиенская и много-много самых разных. И как единая страна Италия существует, в общем, не так много времени. Да и то, что существует сейчас, в принципе, ну, конечно, это единая страна, мы не сомневаемся. Но отношение и такое, как бы, противостояние севера и юга, оно, в принципе, до сих пор сохраняется. Отдельные республики считают отдельные регионы, считают, что, как бы, ну, вот, там, в других регионах, там, живут какие-то бездельники, которых они кормят. И такие настроения, в принципе, в Италии достаточно сильны. Не говоря уж про то, что множество языков, например, пьемантезы, это вообще, как бы, ну, язык почти другой. Это совсем почти не итальянский язык. И, соответственно, как следствие, эти области долгое время существовали в абсолютном отрыве друг от друга. Каждая из них развивала свои сорта. И в итоге Италия обладает огромнейшим разнообразием сортов. Вторая страна по запасу различных сортов, которые она выращивает, это Португалия. Зарегистрирована на промышленных виноградниках. Не в крестьянских хозяйствах, а на промышленных виноградниках. 266 различных сортов, большая часть из которых региональные и местные. 150 сортов зарегистрировано в Испании, 137 в Венгрии, 129 в США, 111 в Аргентине. Ну и дальше по убывающей вы видите. Но при этом посмотрите, какие страны в основном. Александр вот меня даже поправляет, что ресурджменты это вторая половина 19 века. Ну вот видите, у меня немножечко даже, я немножечко хорошо отношусь к Италии. Мне казалось, что даже на 100 лет старше. Спасибо за поправку. По России можно ли узнать такие данные? К огромному сожалению нельзя, потому что у нас нет документов, у нас до сих пор нет реестра виноградников. У нас до сих пор нет внятной отчетности, по которой мы могли бы посмотреть нормально и полноценно, что же у нас на самом деле выращивается и в каких количествах. Я думаю, что у нас в промышленных количествах выращивается не так много сортов, как нам хотелось. Я думаю, что где-то порядка 30-40 сортов у нас есть. Вряд ли сильно больше. Мы о российской истории поговорим. Почему нет Болгарии? Потому что здесь приведены страны по общей площади посадок, которые лидируют. Болгария, к огромному сожалению, очень сильно за последние 20 лет, сильно-сильно упала в площади посадок. Огромное количество виноградников в Болгарии было вырублено с 2000 года по 2020. Фактически Болгария исчезает, как винодельческая страна. Она не то чтобы умирает, она переквалифицируется. Да, в Болгарии есть маврут, в Болгарии есть рубин, в Болгарии есть помид, в Болгарии есть много сортов. Но, к огромному сожалению, страна, как винодельческая страна, потихонечку растворяется, уходит с мировой арены. Болгарские вина очень мало востребованы в мире. И Евросоюз фактически понуждает Болгарию к тому, чтобы она переквалифицировалась на какие-то другие виды сельскохозяйственного производства. Грузия хвалится своими 500 автохтонами, но реально промышленными являются чуть более 30. Совершенно верно. Спасибо большое, Авиа, за комментарий. Но давайте посмотрим, какие же из европейских крупных стран больше всего сфокусированы на своих собственных автохтонах. Соответственно, больше всего национальных испанских сортов выращивается в Испании. Своих национальных сортов 87% национального виноградника Испании составляют испанские сорта. Разные, но испанские. Всего 14% испанского виноградника – это чужие сорта. Это Кабернея, это Шерас, это что угодно еще. Испанцы – самые испанские из всех испанцев. На втором месте по приверженности к своим собственным сортам идет Италия. Вы видите, 73% виноградника Италии – это свои собственные итальянские сорта. Их много, соответственно. И на третьем месте Португалия с очень незначительным отрывом от Италии. Те же самые 73%. Франция – 61%, 62%. Почему так получилось? Потому что у Франции внезапно появился, в частности, Эльзас. И Эльзас – это регион, который принес очень много рислинга. Тем самым, понизив долю французских сортов в французском винограднике, рислинг считается сортом немецким. Ну и кроме рислинга, там есть и Сильванер, есть и много еще чего. Германия – 56% сортов немецких выращивается в Германии. И вы видите, что дальше у нас стремительно падает процент своих сортов. Идет Венгрия с 37%, Аргентина с 35%, Сербия – 22%, Румыния – 11%, США – 9%, ЮАР – 7%, Молдова – 5% собственных сортов имеют. Все остальные сорта на территории этих стран – это международные, или в лучшем случае, как в случае Аргентины, это региональные сорта с учетом темпронилия. Соответственно, вот такую вот историю по странам мы с вами имеем. Поэтому мы с вами сегодня познакомимся с важнейшим автохтоном Испании, Италии, Португалии, Франции, Германии и прочих вот этих вот стран, в принципе, и не сильно будем. Какие в Аргентине свои сорта? Сейчас доберемся. Мы обязательно доберемся до Аргентины. В России автохтонов полно. Вас какая страна интересует в России? Вот Сергей Сергей уже подсказывает, что Тарантес есть. Почему Австрии нету? Там очень мало в целом выращивают винограды, к сожалению. И процент сортов тоже невелик. Очень много рислинга, очень много пину нуара, очень много савиньон блана. Соответственно, очень немного сортов, которые импортные. Привет! Давно ли вещание? Вещание полчаса. Мы начали в 8 часов. Присоединяйтесь. Уругвайцы считают Танат своим. Да, они считают этот сорт, что он удается особенно хорошо в Уругвае. Тем не менее, это сорт с юго-запада Франции. Но мы пока с вами двигаемся дальше. Мы двигаемся в следующий наш важный слайд. И смотрим на то, какой автохтон занимает максимальную площадь в той или иной стране. И мы удивимся, что в большинстве стран автохтоны находятся, конечно, на вторых ролях. Но есть две страны. Это Сербия, Греция и Болгария. Ну, три страны. Где автохтоны занимают более 10% международных. Собственно, главный топовый автохтон занимает большую долю виноградника. В Сербии сорт прокупац занимает 22%. Один единственный автохтон занимает 22% всего виноградника страны. В Греции сорт саватьяна занимает 18% виноградника страны. И в Болгарии сорт помид занимает 12% виноградника. Это самые крупные автохтоны, так и не ставшие региональными. То есть, которые не вышли и не выращиваются в заметных количествах хотя бы 30-50 гектаров за пределами своего региона. Так вот, мы сегодня будем знакомиться. Хороший вопрос задает Олег Мартынов. В какой момент автохтонный сорт перестает быть таковым и его можно считать региональным и международным? В принципе, достаточно размытые эти определения, конечно же. Они достаточно условные. Но я для себя в какой-то момент определил, что сорт начинает для меня считаться региональным. Когда сколь-нибудь заметные порядка 20-30 хотя бы гектаров посадок есть в пяти странах мира. И тогда с этого момента сорт для меня считается региональным. И сорт считается международным. Когда он есть более чем в 80% стран, которые занимаются виноделием. То есть, как минимум в 30-40 странах. Тогда сорт становится международным. Он перестает быть даже региональным. Спасибо всем огромное за участие. Огромное спасибо Илья Попов, Александр Бельков, Роман Салатов, Инна Котенко, Андрей, Катерина. Спасибо всем вам огромное. Я скажу. Так. По чату. Тарантеса не может быть 35%. По Аргентине мы поговорим, что с Аргентиной там есть. Бабаль является первым по площади автохтоном Испании. Он занимает 80 тысяч гектаров. И это за исключением международного. Ну, не международного. Ставшего уже регионального темпронилия. Это второй по площади сорт, который занимает такие площади в Испании. В Италии после, пропуская вперед себя почтительно Сан-Джавезе. И пропуская впереди себя другие региональные сорта. Таким ярчайшим автохтоном, который практически не шагнул за пределы своей зоны, является сорт Монтепульчана. В Сербии это сорт Прокупац. В Румынии это сорт, который называется Фитяска Регала. Во Франции это сорт Мелон де Бургонь, он же Мюскаде. 12 тысяч гектаров вы видите, он занимает. В Португалии Туриго Франко. В Греции Саватьяна. В США Конкорд 8 тысяч гектаров. В Германии Дорнфельдер. В Аргентине Торонтос. 7 тысяч гектаров. 3,8 процента национального виноградника. В Болгарии сорт Памид 12 процентов. 6 тысяч гектаров. ЮАРПИ Наташ. Молдова Фитяска Алба. Венгрия Фурминт. Грузия Цицка. Пропустив вперед себя, только Ркацители и Цоликаури. Но Цоликаури сейчас в значительной степени вырублен. И огромная часть Цоликаури осталась на территории Абхазии. Как относиться и где считать принадлежащей кому и самостоятельной, несамостоятельной Абхазии? Я не буду ни в коем случае попрошу вас не обсуждать в рамках этого стрима. Соответственно, тем не менее, по современной статистике, второе место в распределении сортов Грузии занимает, если считать абхазские земли, то Цоликаури. Если считать наличествующие сейчас, то Цицка. Соответственно, прочел таблицу, но вы почему-то не упомянули армянские сорта винограда. Я очень хорошо отношусь к Армении. Но проблема в том, что в Армении ни Арени, ни Грандмак, никакой другой сорт не занимает монопольно 3000 гектаров. И он просто не попадает в эту таблицу по площади посадок. Фурминт есть и в Австрии, и Словении. Конечно, больше того, он есть и в других странах. Но его там очень малое количество. Даже не 30, не 40 гектаров. Поэтому, фактически, я не считаю, что он пока там есть. То есть, он физически там присутствует. Но, как промышленный сорт, он еще не закрепился в этих странах. Набирающий популярность у нас киси. Киси – фантастический сорт, но очень капризный и очень низкоурожайный. Поэтому его по площади пока еще очень мало. Соответственно, это автохтоны с максимальной площадью. И вот именно с этими автохтонами мы с вами сегодня и будем в основном знакомиться. Ну и давайте будем смотреть на эти сорта. Это у вас на экране сорт, который называется Бабаль. Бабаль – сорт, который растет на юго-востоке и востоке Испании. Фактически, в Баленсии. Мой большой приятель Алекс Экслер в свое время очень сильно шутил на предмет того, как узнать испанца, говорящего на английском языке. Вот вы говорите с человеком на английском языке и не знаете его национальность. Как узнать, испанец он или нет? Вот когда он говорит «бери-бери гуд», то это испанец. Дело в том, что «в», вот это первоначальное в испанском языке, почти всюду и почти всегда произносится как «б». И регион, который мы знаем как Валенсия, очень часто в Испании произносится именно как Баленсия. И, соответственно, сорт, который там растет – это Бабаль. Это фактически регион, находящийся на востоке и юго-востоке страны, очень жаркий, прилегающий к Средиземному морю. И Бабаль – это сорт, который очень хорошо себя здесь ведет. Он выращивается в таких провинциях, как Куэнка, Альбасетта и Баленсия, как я уже сказал, в винодельческих ДО, в винодельческих апеллясьонах, таких как Манцуэла, Рибера-дель-Хукар и Утиэль-Рикена, который считается вообще его домом, его вотчиной. В Утиэль-Рикене Бабаль проявляет себя, наверное, лучше всех. Дело в том, что Утиэль-Рикена, она чуть-чуть повыше над уровнем моря расположенной, чем соседние провинции. Рибера-дель-Хукар, она чуть-чуть сдвинута вглубь страны и ближе к Ла-Манче. И, соответственно, фактически это пограничная зона с Ла-Манчей. И здесь у нас растет Бабаль. В чем его достоинства? Мы про каждый автохтон, я специально вам выделил внизу, с аксиконками плюсик и минусик, важнейшие принципиальные его достоинства и недостатки. Так вот, Бабаль у нас имеет очень важные достоинства. Бабаль для Испании мог бы, наверное, стать очень важным сортом, если бы не свои недостатки. Почему? Он очень хорошо сохраняет кислотность, он дает легкие, свежие, достаточно светло окрашенные вина. Когда пробуешь испанские вина, пробуешь Тимпронилию, 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 пробуешь Ла-Манчу в больших количествах в эту зону, пробуешь даже Вальдепеннис не такой мощный. И вдруг тебе попадается Бабаль, ты приходишь в такое изувление, так, опа, это чего, Пину Нуар, что ли? Дело в том, что вина из Бабаля достаточно светлые, достаточно кислотные, из-за того, что ягоды у Бабаля довольно крупные, грозди довольно крупные. И если бы не такая высокая кислотность, то Бабаль был бы прекрасным, наверное, и столовым сортом. Но у него толстая шкурка, крупные косточки, это хороший винный сорт, но есть у него и свои недостатки. Соответственно, присутствие старых Лос-Бабаля в Арагоне, Риохе и других странах позволяет предположить, что он когда-то был очень популярен в Испании, но Тимпронилию его со временем существенно подвытеснил. Почему? Так получилось, что из-за такой крупной грозди, из-за такой большой грозди, Бабаль созревает несколько неравномерно. Давайте я щелкну слайд назад, посмотрите на вот эти грозди. Вы видите, что у одной грозди, у самой правой, нижняя ягода просто-таки откровенно зеленая, в то время как верхние ягоды абсолютно уже черные. В грозди, которая находится на переднем плане, есть почти белые ягоды и есть очень черные, даже уже трескающиеся от перезревания ягоды. И созревание Бабаля достаточно неравномерное. Соответственно, из-за этого вина из Бабаля, с одной стороны, конечно же, сохраняют хорошую кислотность, незрелые ягоды более кислые. Но с другой стороны, они получают и достаточно жесткие, суховатые, шероховатые, песочные, как принято говорить, царапающие танины, которые очень медленно и очень плохо созревают. Соответственно, это его большой недостаток. Так вот, соответственно, Бабаль у нас имеет такие достоинства, как хорошая свежая кислотность, приспособленность сорта к жаре, достаточно высокая урожайность, но при этом светлые, достаточно легко окрашенные вина с шероховатыми, царапающими танинами. Я, на самом деле, очень много читал, готовясь к этой лекции, про Бабаль. И хорошие виноделы центральной и юго-восточной Испании очень много работают с Бабалем. Сейчас уже отобрано несколько клонов с гораздо более мелкими гроздями, с гораздо более однородными, которые созревают гораздо-гораздо ровнее. И, соответственно, есть некоторые шансы, что Бабаль будет набирать еще больше популярность, будет еще больше добирать и будет потихонечку распространяться. Сорт интересный. Я бы, откровенно говоря, очень хотел попробовать Бабаль, выращенный в Крыму, потому что климат Крыма и климат Валенсии, в принципе, или климат Ла-Манчи, это не такие далекие друг от друга места. И может получиться так, что Бабаль в Крыму может себя показать очень с интересной стороны. Но двигаемся дальше. Как себя проявляет Бабаль в винах? В винах, как я уже говорил, очень интересный этот сорт. Из Бабаля может быть тогда делать белое. Вы предугадали, Маша. Бабаль используется очень часто для розовых, для белых и даже для игристых вин. Я пил стопроцентную каву из Бабаля, из стопроцентного Бабаля. И, соответственно, поэтому вы совершенно правы, он используется в этом качестве иногда в некоторых случаях. Огромное спасибо всем участникам. Георгий Невский, спасибо огромное. Путь Пилигрима, спасибо огромное. Марина Громова, Евгений Седляров. Спасибо вам всем огромное за участие. Тем, кто в Donation Alerts участвует. Дарья Горбунова, Михаил Попов Илья, Александр Бельков, Роман Салатов. Спасибо вам огромное. Если кого-то случайно пропустил и не успел отследить, то прошу вас меня извинить. Пью в этот момент Бабаля из красного и белого за 450 рублей. Вега Марагона 2017 года. И, как говорит Экслер, пью и плачу от счастья. Очень сбалансированное. Вина из Бабаля очень легкие, очень изящные. Они не бывают алкогольными избыточно. Они не бывают избыточно тяжелыми. Они на самом деле достаточно приятно пьются. И основная их ароматика вся сосредоточена, лежит в области красных ягод. Когда вы дегустируете Бабаль, то вам хочется думать о каких-то красных фруктах. О красных даже ягодах больше, чем о фруктах. Это не яблоки, это не какие-то абрикосы, персики. Это вишня. Это кизил. Это гранат. Это вот такие вот сочные красные ягоды. Причем очень долго ощущение вот этих ягод остается как от свежих ягод. Не как от варенья. Бабаль редко становится, очень долго не становится таким джемовым, таким вареньем каким-то. У него вся ароматика очень ягодная, очень свежая, очень приятная. Но, соответственно, большие плотные грозди и большая урожайность делают вина часто несбалансированными по тельности, по структуре. Кислотность есть, танинность есть. А вот структуры и объема, к огромному сожалению, иногда нет. В каком-то смысле лично мне вины из Бабаля напоминают луварские кабернефраны. Они такие же светлые, такие же легкие часто и такие же кислотные. Про то, что иногда даже до ощущения пенонуара дело может доходить. Действительно так случается. Качество картинки нестабильное. Вы знаете, в связи с тем, что во всем мире карантин и огромное количество людей пользуются Ютюбом, Ютюб в последнее время режет качество картинки. Я транслирую в 1440, но, к огромному сожалению, ко всем уходит не больше, чем 720, насколько я могу судить. Во всяком случае, я пытался смотреть свои стримы с другого компьютера 720 и ни граммом больше. Не дает Ютюб качественную картинку. Может быть, надо добиваться партнерской программы, чтобы так не резали. Может быть, еще чего-то. Не знаю. Но, к огромному сожалению, сейчас, по крайней мере, история именно такая, что Ютюб картинку мылит, режет. И с картинкой могут быть вопросы. В Кабардино-Балкарии на винограднике произрастает чешский сорт Морава. 68 гектаров. Слышали ли вы о таком сорте? Хачин Шадов, спасибо за вопрос. Да, конечно, я слышал. Я его даже пробовал. Я его пробовал и в Чехии. Я его пробовал и в некоторых других регионах. Соответственно, сорт, на самом деле, такой достаточно спокойный, очень сбалансированный, неплохой столовый сорт для неплохих столовых сортов. Мы двигаемся с вами дальше. Мы познакомились с Бабалем. И мы двигаемся в Италию. Мы двигаемся в сорт, который называется Монтепульчана. Соответственно, сорт Монтепульчана выращивается в Центральной Италии. Он выращивается южнее Тосканы и южнее Умбрии. Он выращивается в основном в таких регионах, как Маркеа, Лацио, Мализа и Абруцца. И здесь его посадки составляют почти 35 тысяч гектаров. Основной зоной, в которой выращивается этот сорт, является винодельческая зона Монтепульчана до Абруцца. И в ней он занимает порядка 50% всей территории региона Абруцца и является таким классическим сортом. Очень важно не путать этот сорт с тосканским вином, вина Нобеля де Монтепульчана. К огромному сожалению, эти две вещи имеют или делят общее название. В Тоскане есть город, городок Монтепульчана, в котором я бываю фактически каждую весну на антеприме тосканских вин. И там выращивают санджавезе. Из санджавезе с добавлением других местных сортов, калорина, канайола, иногда маммала. Здесь, там этот сорт санджавезе называют пруньола джентиля. И, соответственно, там из него делают вино, которое называется вина Нобеля де Монтепульчана. Благородное вино Монтепульчана. Сорт Монтепульчана до Абруцца носит имя абсолютно одинаковое с названием этого городка. Но сорт в Тоскане не выращивается. Ничего общего с сортами, которые выращиваются в Тоскане и используются для производства вина, вина Нобеля де Монтепульчана, не имеет. Это отдельный, совершенно самостоятельный сорт. Соответственно, первое упоминание об этом сорте достаточно позднее. Микеле Торча, архивариус короля Фердинанда IV, упоминает об этом сорте только в 1792 году. Что может говорить о том, что сорт в принципе появился и сложился, занял площадь в Монтепульчане сравнительно недавно. 200 лет по винодельческим меркам считается не очень длинным сроком. Скажем, Пенунуар, мы с вами говорили, упоминался в 14 веке, в 1350-х годах первое упоминание. А под предыдущим названием и того раньше, там в 9 веке может быть, если мы ничего не путаем. Так вот, что мы можем сказать хорошего про Монтепульчана и что мы можем сказать про него плохого. Монтепульчана – сорт интенсивный, солидный, полный. Монтепульчана добруццо – это идеальное вино для мощных пряных блюд. Он прекрасно подходит к пицце с базиликом, с орегано, с травами, с такими душистыми, интенсивными. Он подходит к всевозможным пастам, которые тоже там с большим количеством ярко-ароматных вещей сделаны. Монтепульчана – очень хорошо. Это сильный сорт с хорошей, интенсивной, достаточно ароматикой. И, соответственно, такой плотный, сочный, насыщенный. Вы видите, у него хороший достаточный цвет. Я чуть-чуть картинку подвысветлил. Я вам честно скажу, на самом деле Монтепульчана темнее даже, чем он выглядит на картинке. Это хорошие такие, насыщенные, красные, плотные вина. У Марины Цветич, например, у одного из топовых производителей региона, он вообще практически черный. Такой могучий. Тем не менее, у сорта есть и свои недостатки. Свои недостатки связаны с тем, что сорт, в принципе, сравнительно позднего созревания. И в жарком регионе, в таком, как Абруцо, даже и в соседних, и Мализа, и Млаца, и Марке, он иногда чуть-чуть не дозревает по танинам. Он начинает даже порой подвяливаться, чуть-чуть заизюмливаться. Но танины не вызревают. И поэтому в Монтепульчана да Бруцо часто бывают такие, то, что, знаете, виноделы или дегустаторы называют, словом, рустичные танины, такие деревенские немножечко. Вина Монтепульчана да Бруцо создают иногда впечатление такого немножечко деревенского вина. Насыщенного, плотного, такого немножечко брутального, немножечко такого не, что называется, не от кузин, да, не высокой кухни, а такие вот прям. Берешь простую деревенскую еду, берешь горшок там с овощным рагу, с пряными травами, со всем вот этим. И вот это все запиваешь прекрасно, тем самым великолепнейшим Монтепульчана да Бруцо. И вот там он в своей абсолютной ипостаси. Готовишь что-нибудь, какую-нибудь дичь сильно пахнущую. Лось, да, там, допустим, в российских условиях. Мясо одно из самых интенсивных по аромату. И опять же он себя чувствует хорошо. Но начинаешь пытаться сочетать его с какими-то деликатными, там, с куриной, там, с утиной грудкой или с чем-то еще. И понимаешь, что он не чувствует себя на месте. Он такой вот немножечко неуклюжий, немножечко неотесанный чуть-чуть. Хотя с ним, конечно, пытаются работать. И некоторые образцы получаются достаточно интересными. Но все равно он такой вот немножечко, что называется, корявенький. Так, здесь идут параллельно в чате вопросы. Правда, что Монтепульчано чем-то похож на шераз? Вы знаете, да, в каком-то смысле, пожалуй, можно сказать, что да, иногда бывает какое-то сходство. И такие перечные нотки, и ягодность общая. Но не на австралийские шеразы, которые с остаточной сладимостью часто бывают. А вот на такие сухие, скажем, аргентинские шеразы. Может быть, даже чилийские шеразы. Денис, губулоси тебе еще не забыли. А я, в общем, не жду, что ее забудут. Это был такой специальный классический эпатаж. И это было, в общем, прекрасно. Спасибо вам всем огромное, кто участвует. Донаты на Donation Alerts и Суперчата я чуть-чуть зачитаю позже. Соответственно, плюсы сорта. Полнота вкуса и аромата. Солидная, плотная структура. Но иногда неравномерность созревания. Избыточная терпкость, суховатость и вот эта общая рустичность вина. Это то, что касается Монтепульчана. Ароматика. Ароматика Монтепульчана существенно отличается от ароматики Бабали. Несмотря на то, что кажется, что у них общая вот эта вот недозрелась в тонинах. В целом сорта совершенно не похожие. Монтепульчана весь сфокусирован на черных ягодах. На черной сливе, алыче. Иногда шонковице, ежевикой. С большим количеством пряностей. Кардамона, мускатного ореха, белого перца. Черного молотого перца. Монтепульчана неплохо принимает на себя бочку и бочковую выдержку. Вина хорошо стареют, развивая оттенки замши, теплой земли и лакрицы. В принципе, вина неплохо живут. Монтепульчана, если Бабаль готов уже на второй год. И Бабаль, в принципе, не требует большой выдержки. Хотя и неплохо хранится. Монтепульчана лучше подождать 3-4 года. Вот в этом возрасте он входит в свою лучшую форму. В свои, как бы, самые лучшие качества. И после этого еще несколько лет прекрасно себя чувствует. От 3 до 5 до 7 лет в лучших образцах. Монтепульчана Добруццо проявляет себя просто великолепно. И пробуйте его именно в этом возрасте. Это будет самое интересное. И самый неизвестный. И самый популярный автохтон внутри Италии. Внутри Италии Монтепульчана пьют довольно много. Довольно охотно. Это вот такое совершенно расхожее вино для, если хотите, ну не фастфуда, да, но в пиццерии. От и до. Вплоть от Романии, от Эмилии Романии, да, до, я не знаю, до почти до Апулии. И в Апулии, кстати, выращивают много монтепульчана. Вот вся восточная часть Италии, вся задняя икроножная мышца и задняя поверхность бедра итальянского сапога – это место, где его много чего делают и выращивают в неплохих образцах. Прокупац – сорт, следующий наш автохтон. Мы с вами перемещаемся в Сербию, и мы в Сербии знакомимся с местным сортом, который является совершеннейшей противоположностью к предыдущим двум сортам. Он накапливает огромное количество сахаров, очень быстро, в период созревания у него довольно быстро выпадают, уходят в полную зрелость танины, и сорт накапливает невероятно быстро очень высокие сахара. Вина из Прокупца очень часто имеют алкоголь в 14,5-15 градусов, и чем больше мы живем в этих условиях разогревающегося климата, вы видите, какая у нас зима, тем больше у нас с вами этот сорт, тем чаще он становится таким избыточно алкогольным, мощным, чуть-чуть даже спиртуозным. И, соответственно, его плюсы – это плотность и интенсивность цвета. Вы видите в бутылке на иллюстрации лёгкое розовое вино, которое называется по-сербски ружица, или ружица, я не знаю, к огромному сожалению, у меня с сербским не так хорошо, как с польским. В польском я знаю, как бы я читал это слово, а в сербском, к сожалению, нет. Но он очень интенсивно окрашен, очень быстро и очень легко отдаёт окраску суслу. Сусло окрашивается прямо на глазах. Собственные вина у него мощные. Будут ли крымские сорта Евгений Трапезников? Мы парой слов оговоримся, но мы в каждой стране говорим о российских автохтонах, мы поговорим чуть больше, да. Так вот, соответственно, на солнечных склонах сорт легко заизюмливается. Вот здесь вот вы видите, по этой картинке, я вернусь, вы видите, что нижние ягоды уже почти заизюмлены на лозе. И это абсолютно характерная особенность этого сорта, не единственного. И, соответственно, вина России, вина из Сербии в России, к огромному сожалению, очень мало. У нас с вами представлены сербское только винья зупа, вот это вот пакетное. Но вина там очень-очень средненькие, мягко говоря, очень посредственные. Когда-то компания ОКВ пока хорошо себя чувствовала, возила в Россию, в том числе, Прокупац. И, соответственно, я вот тогда его и достаточно часто покупал, и пил, и пробовал. Ну и, соответственно, пробовал на всяких выставках, на всяких конкурсах в значительных количествах. Соответственно, из достоинств плотное интенсивное вино, сорт сравнительно неприхотлив. Из недостатков быстро перезревает, быстро теряет кислотность, становится спиртуозным и не очень-не очень свежим. Соответственно, это что касается Прокупацца. Вина имеют почти всегда интенсивную джемовую ароматику. Это характерно не только для Сербии. Это в значительной степени характерно также и для Хорватии. Извините, пожалуйста. Ой, я чай не взял. Ну, ладно, не буду. Потерплю. Так вот, соответственно, да, у нас есть из Сербии еще Браяница, но Браяница тоже очень слабая винодельня. Массовые вина. Своих денег стоит, дороже не стоит. Хорошие сербские вина в самой Сербии стоят очень дорого. Меньше 10 евро, ничего нет. Нотария, огромное спасибо за комментарий. Это действительно так. Извините, пожалуйста, я пойду возьму стакан воды. Буквально минуту. Вот что значит триммер неопытный, не подготовил себе бокал с чаем. Спасибо огромное. Ой, чай хорошая вещь. С восьмого класса не пил. Соответственно, вы не правы. В Сербии дешевых вин полно, но пить их нельзя. Все, что можно, от 8-9 евро. Ну, мы не стали уточнять этот нюанс. Мы, собственно, оставили. Плавац – это предок примитива. Про плавац я расскажу чуть-чуть. Плавац Мали – это не предок, это потомок примитива. Давайте я чуть-чуть расскажу про него, когда мы дойдем до Соединенных Штатов. Соответственно, что касается прокупаться. Вины имеют очень выраженную джемовую ароматику, которая не всем нравится. И это такой недостаток. Вина мягкие, полные, часто несколько алкогольные, очень щедрые, такие прям округлые, но не очень долго живущие из-за низкой кислотности. И все как бы такое неинтересное из-за этого. Только молодыми в возрасте до 5 лет эти вина можно пить. Дальше они достаточно быстро деградируют, довольно быстро теряют свою свежесть. Значит, огромное спасибо Ирина, Дарье Горбунову, вижу ваши донаты. Михаил, спасибо вам всем большое. Это очень приятно. Денис, стример, это если бы ты пил вино при этом. К огромному моему несчастью, у меня мыслительная деятельность, она страдает первой, когда я начинаю дегустировать вино. В смысле, не дегустировать, а когда я начинаю их пить. До тех пор, пока я дегустирую в рабочем порядке, сплевывая, я прекрасно сохраняю мыслительную деятельность. А когда я начинаю вино просто выпивать, мне хочется какие-то анекдоты рассказывать, байки травить. И совершенно не хочется рассказывать что-то интересное по теме разговора. Меня начинает сразу, знаете, как батюшку, который сворачивает во время панихиды на «Шумел камыш, деревья гнулись», потому что лучше знает эту песню. Вот у меня такая же история. Память не отшибает, но сворачивает на какие-то побочные лирические отступления очень активно. Байки, анекдоты тоже здорово. Ну, да, я думаю, что здорово, но не так, наверное, познавательно. Соответственно, чай не рекомендовали пить, потому что сушат горло. Конечно, танины сушат горло, но, к огромному моему несчастью, я очень люблю чай. Я его пью очень много. Я его пью... Вот вы видите, кто обратил внимание, это размер моей кружки, из которой я пью чай. Он чуть меньше моей головы, да, там. Огромная кружка, в нее влезает чуть больше литра чая. И этих кружек я выпиваю, естественно, без сахара, без ничего. Просто за заваренный, крепко заваренный чай. Я их выпиваю много. Окей, не будем долго задерживаться на прокупаться. Сорт популярный. Сорт, занимающий огромную часть территории своей страны. Но, к огромному несчастью, для нас очень редок и у нас практически не встречается. Пойдемте поговорим о белых сортах. Тем более, что, в принципе, приближается лето, приближается весна. И белые, и розовые вина станут гораздо более актуальными уже сейчас, в ближайшее время. Кружечка сиротская у меня такая же. Да, кружечка сиротская у меня такая же. Совершенно верно. Вы не поверите, как долго я ее искал. Я покупал какие-то... И мне все время маленькие были кружки. Я, наконец-то, когда шел на работу, шел читать лекции в одной из школ, я по дороге случайно завернул, у меня было лишние полчаса. И, соответственно, обнаружил там эту кружку, сразу же ее схватил. Фитяска-регала. Многие сейчас подумают, что мы отправляемся в Молдову. Но нет, мы отправляемся не в Молдову. Фитяска-регала – это автохтон не молдавский. Это автохтон румынский. Соответственно, мы отправляемся с вами в Румынию. И фитяска-регала – это сорт, выведенный в Румынии. В результате скрещивания молдавского автохтона фитяски-алба. И сорта, который называется в Румынии «Граса де Котнарь», он же в Венгрии называется словом «фурминт». И, соответственно, получился гораздо более ароматный вариант фитяски. Виноград сохранил во многом узнаваемые такие сортовые черты своего одного из двух родительских сортов фитяска-алба. Такие чуть-чуть цветочные ароматы, чуть-чуть такие фруктовые ароматы. Но только гораздо более усиленные за счет фурминта. И, соответственно, «Граса де Котнарь» и фитяска-алба дали прекраснейший полуароматный сорт. Фитяска-регала – вино, которое пьется великолепно. У него яркий, привлекательный фруктовый аромат, такой щедрый. При этом он не парфюмированный. Он не переходит грань, там, муската или девюртстроминера, или тарантеса, которые прям мощную ароматику дают. А это сорт, который имеет ароматику яркую и в то же время достаточно деликатную и приятную. Собственно, название его может быть переведено на русский язык как «принцесса». Фитяска – это девочка-девушка, а регала – это королевская. Соответственно, королевская девочка, королевская девушка и как угодно еще. Соответственно, сорт деликатный хорошо себя проявляет в умеренно теплом климате, в жарком климате довольно быстро теряет кислотность и вина долго не живут. Очень подвержен окислению, требует очень аккуратного процесса винификации и в идеале вина должны закрываться винтовыми пробками, а не натуральной пробкой, потому что даже под натуральной пробкой довольно быстро теряет эту привлекательную, легкую, изящную ароматику. Фитяска регала, насколько я слышал, поставляется от винодельни Дава, от румынской неплохой, и, по-моему, есть Фитяска регала «Рислинг» от винодельни «Шато Вартелия». И то, и другое. В принципе, очень неплохие вина. Да, чуть попроще. Криковская Фитяска регала очень хороша, я не знаю, Криковская есть. И «Шато Вартелия», соответственно, есть. Румынских вин не видел ни разу. Компания «Си-2», у которой фирменный магазин на... О, Господи, вылетела у меня из памяти станция метро. Они являются импортером румынских вин и очень неплохо их поставляют, торгуют. Но, к огромному сожалению, действительно их очень мало. Полностью с вами согласен. Хотелось бы сильно больше. Соответственно, в Молдове пил Фитяска регала с винодельни «Фаутер» с лёгкими тонинами. Конечно, Фитяску регалу можно сделать и в оранжевом методе. Вообще, на самом деле, Фитяску регалу с удовольствием выращивают в Молдове. Её там тоже довольно много. И она показывает очень хорошие результаты. Я пробовал... Я сейчас недавно был второй раз судьёй на международном конкурсе в Кишинёве. Как раз перед всем вот этим безобразием. Я, собственно, успел вернуться из Италии, из Молдовы потом в Россию. Прямо перед тем, как Италия свалилась вот в этом вот пике ковида. И я попробовал много вин. И Фитяски албы, и Фитяска регала. Очень симпатичных. Это очень приятный, очень изящный сорт. Очень вам рекомендую с ним знакомиться. Особенно, когда пройдёт вся эта ковидла. Я надеюсь, что мы все вернёмся к относительно тому же образу жизни. Будем с вами путешествовать. Что характерно для вин из Фитяски регала? Они не очень кислотные. Поэтому не очень долговечные. Их ароматика нестойкая, но очень-очень приятная. Соответственно, яркий, привлекательный аромат. Невысокий алкоголь. Одиннадцать с половиной, двенадцать, двенадцать с половиной градусов. Редко сильно больше. Простота очень такая фруктовая ароматика. Простая, несложная, без каких-то глубины или чего-то. Из недостатков хотелось бы чаще побогаче. И очень сильно подвержен быстрому старению, быстрому окислению сорт. Соответственно, что у нас по ароматике в этих сортах? Ароматика очень приятная, сладковатая. Вы видите, что это яблоки, белый налив. Это яблоневый цвет. Это то, что в английском языке называется словом «блоссом». Это белые персики. Вы видите здесь белый лебедь, фотография персика, белый лебедь. И это сладкие садовые белые цветы. Кто знает, как пахнет этот цветок? Кто никогда нюхал каллы? Очень такой тонкий, сладкий аромат. Ни карамельный, ни леденцовый. Но очень такой изящный и очень приятный. Будет возможность, будете проходить мимо цветочного магазина, где увидите эти цветы, а их часто продают. Не удержитесь от того, чтобы понюхать и запомнить этот аромат. Он часто встречается в таких именно ароматических сортах вин. Иногда встречается в Тарантесе. Иногда встречается, как я уже сказал, в Афетяске-Регале. Иногда в других сортах. Очень приятный и очень сладковатый. Соответственно, это то, что у нас есть в Румынии. Франция. Я думаю, что большинство из вас удивилось, когда во Франции вы увидели какой-то странный, не вполне понятный сорт в числе лидеров. Это сорт, который называется Милон де Бургонь. Это сорт, который прекрасно чувствует себя в долине Роны. О! Извините, зарапортовался в долине Луары. И это самая западная часть долины Луары, самая холодная, в окрестностях города Нанд. Фактически, совсем небольшое расстояние от побережья. Совсем проходит. Там выращивается сорт, который называется Гроплант. И начиная с практически Нанта, все остальное засажено сортом Милон де Бургонь. Бургундская дыня. Считается, что название этого сорта восходит к тому, что лист этого винограда неразрезанный, округлый и крупный. Напоминает листья дыни. Поэтому он бургундская дыня. Сорт, на самом деле, не ароматный. И дыней не пахнет. Но сорт очень-очень интересный. Соответственно, что мы можем, что мы вообще знаем про этот сорт? Мюскаде. Очень морозоустойчивый сорт. Сорт раннего созревания. Который дает хорошую кислотность нам. Очень свежие вина. Приспособлен к сырому климату. Неплохо защищен от грибковых болезней. Но, к огромному сожалению, не имеет ярко выраженной ароматики. Сорт крайне-крайне нейтральный. То есть, ароматика очень простая. Какие-то неопределенно белые ягоды, неопределенно белые фрукты. Какое-то не то яблоко, не то айва, не то смородина белая, не то крыжовник. Что-то такое не пахнущее почти. Очень нейтральная, очень легкая ароматика. И, собственно, именно поэтому ничего такого яркого и интересного сорт не показывает. Но зато у сорта шикарнейшая свежая кислотность. Которая позволяет его долго выдерживать на дрожжевом осадке. И, соответственно, в лучшем апеллясьоне долины Луары, которая называется Мюскаде де Севрет Мейн, производят вина из этого сорта с выдержкой на дрожжевом осадке. Посмотрите на то, что делает человек в бочке. Он перемешивает, уже переставшее бродить вино, и дрожжевой осадок, осевший на дно бочки, взмучивает, размешивает в полном объеме бочки, для того, чтобы вино проконтактировало с дрожжевыми клетками и извлекло из них дополнительные ароматические компоненты. На этих винах пишут надпись «Сюрли», что переводится как «на осадке». И вины «Сюрли» приобретают во вкусе и в аромате такие тона сливочного масла, молочных сливок. С возрастом они переходят в тона сыра, в тона грибов. Вот эти вот легкие оттеночки, они не очень мощные. И, соответственно, это фантастическое вино для всех сырых морепродуктов. Многие мои друзья, в частности, вот Тимур Булатов, который сейчас находится в Суперчате, огромное спасибо, Тимур, за донат, так вот, знают, что я страстный любитель этого вина, этого сорта. Дело в том, что я люблю устриц, кроме всего прочего. Ну, так получилось. Ну, люблю я это дело. И мюскаде, а это второе название этого сорта, мелон де бургонь, это сорт, который специально создан Господом Богом, чтобы было чем запивать сырых устриц. Да, я знаю, что многие любят шабли, я знаю, что многие любят шампанское, я знаю, что многие любят еще что-то, вплоть по самый пикпуль де пинет, но я абсолютно уверен, что мюскаде, он же мелон де бургонь, это вино, которое просто вот придумано для того, чтобы запивать им устриц. Берешь устрицу, не боже упаси, никакого лимона, ничего. Просто устрица, свежая, отделяешь ее от раковины, выпиваешь устрицу, и глоток мелон де бургонь. И вот тут вот, помните как, и вот тут катарсис. Вот и тут катарсис. Соответственно, несмотря на то, что название мелон де бургонь говорит о том, что сорт может быть ароматным, о том, что мюскаде, похоже там на какие-то мускаты, мюскадели или что-то еще, сорт не ароматный, у сорта нейтральная, тонкая ароматика, достаточно бледная. Соответственно, в плюсах очень сильная гастрономичность вин. Вины прекрасно сочетаются с огромным спектром разных блюд. Свежие, очень легко пьющиеся, низкоалкогольные, 10,5-11 градусов алкоголь для мюскаде это просто почти правило, гораздо чаще, чем исключение. И, наконец-то, долголетие. Мне доводилось пробовать мюскаде сюрли урожая 78-го года, когда это был год 2012-й или 2013-й на дворе, и это вино было живо и в прекрасной форме. У Ристенга, вот я слышу вопрос, вижу вопрос в чате, как же Ристенг с суслицами? У Ристенга избыточная интенсивная ароматика. Ристенг начинает доминировать устрицу и, соответственно, не так хорошо. Важнейшее еще одно достоинство мюскаде, то, что мюскаде во Франции, в Ашане начинается от 3 евро за бутылку, по акции от 2 евро за бутылку, вы его берете и это великолепно. В России цены на мюскаде начинаются от 500 рублей и это точно так же великолепно, если вы любите вот такие слабо обработанную. Если вы любите сашими, сашими из белой рыбы, не копченой, не лосось, а лосось слишком интенсивен. Но вот для этих вещей мюскаде просто фантастическая вещь. Ароматика. Ароматика мюскаде, как я уже сказал, неопределенно белые фрукты, зеленое яблоко, белое яблоко, белый грибфрут, белая смородина, с выдержкой на осадке. А выдержка может продолжаться очень долго. 12 месяцев, 16 месяцев, 18 месяцев на осадке появляются нотки сливочного масла, нотки иногда сырные, нотки какие-то сдобные даже. И вот это вот все очень прекрасно. Его пробуйте. Для тех, кто не пробовал и любит так же, как я, устрицы и морепродукты, очень правильный, великолепный вариант. Винью Верде к устрицам хорошо, вижу в чате. Да, Винью Верде исполняет почти ту же самую роль. Чуть колючее, чуть кислотное, но желательно при этом, чтобы Винью Верде было не из альваринью, а чтобы оно было из трожадуры, чтобы поменьше было ароматов, чтобы оно было такое поделикатней. Другое название Милон де Бургонь не означает ли, что должно хорошо сочетаться с дыней. Нет, к огромному сожалению, вино достаточно кислотное, достаточно колючее, и сладкая дыня усилит эти компоненты. Я думаю, что мы доживем, у нас будет лекция по сочетаниям, и вы поймете там, что сладкая закуска, сладкая еда, она усиливает кислотность, уменьшает тельность, и когда вы берете кислотное и нетельное вино с чем-то сладким, оно становится совсем кислотным, колючим, и таким совсем вот прям, прям как шило, как гвозди пьешь, да, поэтому скорее всего нет. Тариго Франко. Мы с вами продолжаем двигаться по автохтонам, которые занимают большие сорта в своих странах, и мы перебираемся с вами в Португалию. В Аркашоне к устрицам подают бордосский белый бленд, свиньон блан и семильон тоже неплохо. Да, тоже неплохо, но, естественно, любое белое вино неплохо, но вот просто попробуйте как-нибудь с мюскаде, и вы поймете, что это не просто неплохо, а это прям очень хорошо. Андрей Про, спасибо огромное за ваше участие, Екатерина, спасибо большое, Николай, огромное спасибо за поддержку, за участие. Очень мне приятно. Туригофранко. Несмотря на то, что Туригофранко своим названием намекает на то, что может происходить из Франции, Туригофранцузская, на самом деле ДНК, анализ этого сорта показал, что никакого отношения к Франции этот сорт не имеет, и он является кроссом Витис-Винифера на Витис-Винифера, потомок Туриги-Национал и Маруфа, двух местных сортов, из которых Туриго-Национал сегодня абсолютный лидер Португалии и растет на больших площадях по всей стране, а Маруфа фактически утраченный сорт. Правильно писать Туриго, я в свое время приставал с этим вопросом к человеку, который нам известен как Бессо Атанасов, который делал несколько винтажей, винифицировал в Португалии, и мы долго с ним обеседовали в лайф-джорнале, что все-таки точнее писать Туриго, и в произношении оно ближе к Туриго, чем к Туриго, поэтому я стал писать так, как говорится, соответственно, приквендовал мне Бессон. Соответственно, Туриго-Франко, потомок Туриго-Националь и Маруфа, имеет очень мало клонов, очень мало разновидностей и практически не упоминается в разных документах, соответственно, что, скорее всего, говорит о его недавнем возникновении на сцене винодельческой. Соответственно, вина отличаются очень интенсивной окраской, Бессо говорил, что он уже в чане в винодельческом напоминает, ну, если не чернила, то на самом деле ярко-ярко-фиолетовые, он даже в ягодах очень-очень темный, по фотографии этого не скажешь, но вот он говорит, что это так, и единственный недостаток это неспособность к долгой выдержке, вино очень быстро созревает и очень быстро стареет, теряет там и баланс, и какая-то у него немножечко с танинами не очень красивая история, соответственно, Наталья говорит, что в Португалии О склоняется к У в безударных позициях, ну, вот, возможно, что тоже есть какие-то региональные особенности, я, к огромному сожалению, в португальском совсем не силен, это тот язык, который я не смог, хотя удивительно, по фонетике он ближе всего, наверное, к русскому, и когда слышишь португальский, то понимаешь, что сказать все можешь сам, но, к огромному сожалению, ничего не понимаю, это для меня абсолютно самый, наверное, неизвестный европейский, самый непонятный европейский язык. Сусло отличается очень ярким вкусом чернослива, если ягода хорошо спелая, но сорту зачастую не хватает кислотности, PH выше 4, явление нормальное. Это я, опять же, цитирую Бессо из достоинств. Плотные, насыщенные, хорошие вина, сразу быстро созревающие и имеющие хорошие спелые танины в очень молодом возрасте, но за счет этого, за счет того, что не хватает кислотности, за счет того, что вот танины такие быстрые, так устроена их химия, вино долго не живет и должно быть выпито в первые годы своей жизни. Это, что касается Туриги Франко. Сорт мягкий, округлый, сравнительно рано созревающий. Сорт Дженсис Робинсон пишет о нем, что для Туриги Национал этот сорт играет такую же роль, как Каберне Франк для Каберне Савиньона, смягчающий, округляющий, дающий больше ягодности и приглушающий его тонинность, балансирующий. У Туриги Националь тонины довольно могучие. Мне в этом году довелось побывать на антеприме, на премьерных показах в долине Дору, и я таких тонинов наелся, вы не представляете себе, это через два-два с половиной часа дегустации щеки приходится пальцами отрывать от зубов, рот перестает открываться на премьерном показе вин, они очень концентрированные, очень мощные. Вот Турига Франко смягчает и округляет Туригу Националь, так же как Каберне Франк смягчает и балансирует Каберне Савиньон, ну или как может быть Мерло. Вот соответственно Дженсис Робинсон пишет про Туригу Франко именно так. Лучшие стопроцентные вина показывают высокое качество и потенциал для хранения высокую долговечность, но для этого нужен прохладный год, чтобы вино было и потониннее, и покислотнее. Соответственно про Багу Португальского не скажете ли пару слов? Фантастически интересный сорт из региона Байрада, страстно его люблю, давайте я уж тогда, раз уж пошло, пошел вопрос про историю и анекдоты. История про мой первый португальский салон в Москве, когда я зашел в большое помещение и обратил внимание, что огромное количество людей толпится возле винтажного портвейна, и я решил, что я не буду туда пробиваться, уж очень много народу, и посмотрел, кто стоит, у кого мало народу. И около одного из столов не было практически никого, я подошел, и за столом стояла женщина, представитель региона Байрада, которая предложила мне попробовать ее вина, и я так, ну, как бы сначала из вежливости слово за слово, вроде там, не только ты пришел вина пробовать, завязал первое слово, второе слово, третье слово, и мы простояли, я простоял у ее стола фактически весь салон, она мне под конец достала несколько вин просто из-под стола для дегустации, которые там только были припасены для каких-то особых гостей, несмотря на то, что мы виделись первый раз, и Бага очень красивый сорт, очень долго играющий, прекрасно стареющий, в клубе 750 миллилитров у нас есть человек, который купил себе в Португалии дом, и он привозил из Португалии образцы баги из Байрады по 70-е, по 80-е года урожая, мы их пробовали, и это было великолепно, очень долго живущий, красивый сорт, очень его люблю, и всячески хорошо отношусь. Соответственно, про ту лигу франку, ароматы красных фруктов, лесных ягод, вишни, малины, клюквы, брусники может демонстрировать фиалки и сухих трав. Вина лучше всего в большинстве своем проявляют себя в небольшом возрасте до 5-7 лет. Соответственно, ой-ой-ой, куда это я убежал? Соответственно, спасибо Райтерин, я думаю, что правильно читаю, не знаю, или Рейтерин, если немецкий язык, то Райтерин, спасибо огромное, Юрий Ремезов, Екатерина, Аноним, спасибо вам огромное, Юрий Соколов, Михаил Долгих, большое вам спасибо за участие. Леонидыч, наверное, это было в ГУМе, когда мы с тобой впервые встретились в офлайне, очень может быть. Я помню, что был большой зал, это тогда еще не была галерея Церетели, это не было что-то еще, это был либо исторический музей на Красной площади, либо ГУМ, очень может быть, да, да, вот, Игорь, да, скорее всего, да, наверное, это был ГУМ. Соответственно, три сорта, о которых мы не будем сегодня говорить много, греческий сорт, который занимает самую большую площадь в Греции из всех автохтонов, это сорт, который называется Саватьяна, достаточно нейтральный сорт, который засухоустойчивый, который не требует много воды для своего роста и достаточно урожайный. Вина, как таковые, не блещут какой-то сложностью, богатством и интересной вещью. Саватьяна, это основной сорт, который используется для производства ароматизированного греческого вина, которое называется Рицина. В бродящее сусло Саватьяна добавляют смолу средиземноморской пинии и, соответственно, получается вино с ароматом хвои, с ароматом скепидара, с ароматом смолы, прямо вот в том виде, в котором оно есть. Соответственно, да, Игорь Леонидович, да, Игорь, я просто многих людей из чата я хорошо знаю лично, многие друзья много лет знакомые по клубу 750 миллилитров, соответственно, спасибо вам всем огромное. Сам себе Саватьяна ярких вин не дает. В чате я вижу, в донате я вижу вопрос про критские автохтоны. К огромному сожалению, Крит для меня так и остался островом, куда я до сих пор не попал. Я пробовал какую-то часть вин из Крита, которую привозили мои друзья разные, из разных поездок. На Крите есть хорошие вина, но, к огромному сожалению, я по ним не специалист. Я вас переадресую, Алиса, это вам ответ на вопрос, спасибо огромное за донат, ответ на ваш вопрос. Я вас переадресую к Денису Юрченко в ЖЖ, который называется Орен Ден, есть целый цикл статей о винах Крита, и это один из лучших, наверное, не то чтобы специалистов, но людей, которые много знают очень таких хороших, ярких специалистов по Криту. Соединенные Штаты Америки. Вот здесь вас ждет внезапно, наверное, удивительное открытие. Автохтоном, самым популярным и занимающим самую большую площадь в Соединенных Штатах является вовсе не Зинфандель, как можно было бы подумать. Хотя Зинфандель сложно сказать, насколько он автохтон, потому что вот давайте здесь, в этом месте, мы проясним его родословную. Про Зинфандель долгое время в Америке не знали. Вы еще Маватрагана вспомните, да, Алексей Ларин вспоминает. Если вспомнить, что он еще и произносится таким рефрикативным, Маватрагана, то сорт хороший, интересный. Это мы про греческие сорта отвлеклись. Так вот, давайте чуть-чуть поговорим пару слов про американский сорт Зинфандель. Сорт очень активно выращивался в Северной Калифорнии. Это северные части долины Сонома, долина Напа и в особенности Мендосина. И про него было долгое время неизвестно, что он такое. Но уже в середине 70-х было замечено, что он очень похож на итальянский сорт Примитива. И ДНК-анализ показал, что Примитива и Зинфандель это два независимых клона одного и того же сорта. Ни один из них не является прямым отцом другому. Зинфандель не клон Примитива. Примитива не клон Зинфанделя. Это два независимых клона от одного и того же неизвестного сорта. Долгое время искали, кто же является прародителем и не могли ничего найти. Перерыли всю Европу до тех пор, пока не обратили внимание, что хорватский сорт плавацмали является им родственником. ДНК-анализ показал, что их прародитель, прародитель примитива и прародитель Зинфанделя является отцом для плавацмали, но если им он является клоновым прародителем, то для плавацмали он является просто нормальным селекционным родителем перепылением даны были он является ему отцом. Таким образом фактически плавацмали сын и для примитива и для Зинфанделя а точнее для их праотца они его клоны а он их сын всех троих ну как бы вот так получается сложная биология сложная биография так вот соответственно когда стали изучать Хорватию когда стали изучать Хорватию потому что плавацмали хорватский сорт то на одном из старых виноградников в какой-то старой деревне нашли 12 или 13 кустов сорта который называется по-хорватски красный замковый этот сорт называется церленок каштеланский или кастелянский да церленок червене это красный кастелло каштелло каштелянский это замок значит соответственно сорт красный замковый он же по-хорватски называется три бидраг и вот сорт три бидраг практически утерянный после филаксеры практически утраченный в промышленных посадках является тем сортом от который независимо два клона примитива в Италии в Апулии и зинфандель в Калифорнии и он является отцом в паре с каким-то другим неизвестным сортом для плава цемали вот такая вот у них генеалогия сложная церленок каштеланский он же три бидраг совершенно верно Владимир именно так соответственно церленок каштеланский он же три бидраг это один и тот же сорт два названия известные у нас в Крыму есть сорт с непонятным происхождением его так и назвали бастарда теперь это наш автохтон Евгений не совсем про бастарда я вам расскажу существует в Португалии сорт бастарда который он же во Франции называется труссо и соответственно этот сорт является родителем для сорта бастарда магарачский бастарда магарачский переопылили боюсь вам соврать как бы не соперави и появился как раз бастарда магарачский португальский баштарду да совершенно верно Сергей спасибо Сергей спасибо огромное поэтому наш бастарда магарачский это сын португальского баштарду или французского труссо как вам будет угодно это Вот такая там история. Церленок-церленок взлети выше солнца, да. Но мы возвращаемся к Соединенным Штатам. И, ура, удивительно, но самым распространенным американским автохтоном является межвидовой гибрид, фактически Изабелла, ну только другой сеянец. И, соответственно, этот сорт называется Конкорд. Его выращивают в значительных количествах на восточном побережье США, не на западном, где находится Калифорния, Орегона, Вашингтон, а на восточном, в регионе Нью-Йорк, в районе, который называется Finger Lakes, Пальчиковые озера. И вот в районе Пальчиковых озер огромные посадки Конкорда. И он используется на производство и желе, и варенья, и виноградного сока, и виноградных эссенций, красящих ароматизаторов, и на производство вина. Соответственно, выведенным Ифраимом Буллом в 1849 году устойчив к филоксериям. Кто пил Конкорд, похожий на Изабеллу? Я пил Конкорд. Да, похожий на Изабеллу. Так же, как и Изабелла, запрещен к коммерческой винификации в Европе. Конкорд, Отелла, Ноа, Изабелла и два других, не помню кто. Шесть сортов, запрещенных к коммерческой винификации, межвидовые гибриды для Европейского Союза. Фрагалина, по-моему, туда же попала, еще кто-то. Да, похож. Соответственно, следующий сорт – это автохтон Германия. В автохтонном Германии самым распространенным является сорт, который называется Дорнфельдер. И Дорнфельдер выведен в начале 20 века Августом Херальдом. И имеет в предках четыре сорта, из которых три известных. Это Скьява, Пинануар и Блау Фрэнкиш. И один какой-то малоизвестный сеянец. Соответственно, у него четыре прародителя, давшие два сеянца безымянных, из которых он выведен. Дает очень легкие, практически бестелесные, легко окрашенные, простые столовые вина, которые часто делают полусладкими и полусухими. И вот если вы покупаете немецкое красное полускладкое, то фактически это почти всегда будет Дорнфельдер. И это будет именно оно. Соответственно, давайте двигаться дальше. Не будем дольше задерживаться на не очень интересных сортах. И мы отправляемся в Аргентину. Многим кажется, что в Аргентине нет автохтонных сортов, как их нет почти в большинстве стран Нового Света. Почему он считается красильщиком? Потому что у него, по-моему, розовые мякти, если я не ошибаюсь, у Дорнфельдера. Так вот, в Аргентине есть свой собственный сорт. И этот сорт называется Тарантес. Тарантес именно с окончанием на Е. И это сорт из семейства Мальвазий. Это сорт, который является кроссом. Стопроцентный Витя Свинифера между белым сортом Мускат Александрийский и красным сортом Креола Чика, он же Паис, он же Листан Приета. Когда испанские миссионеры засаживали виноградом Чили и Аргентину, то они везли с собой самый высокоурожайный, самый неприхотливый сорт, который только мог быть. И этот сорт в Чили называется Паис, а в Аргентине он называется Креола Чика. Соответственно, в Калифорнии этот же сорт называется Мишин, миссионерский. Этот сорт до сих пор там растет в значительных количествах. Соответственно, Паис в Чили очень популярен. Совершенно верно. Так вот, Паис, Креола Чика и Мишин – это один и тот же сорт, который привезли сюда испанские миссионеры. И когда уже в 20 веке стали искать, что же это за сорт, уже даже не в 20, а в 21, то долгое время не могли ничего найти в Европе. Что же это за сорт? Перерыли всю Испанию, перерыли всю Португалию и ничего близкого не нашли. До тех пор, пока в 2007 году студент Мадридского агрономического университета не привез и не сделал ДНК-анализ для сорта с острова Лансаротте. Он взял с острова Лансаротте местный автохтон, который называется Листан Приета, сделал ДНК-анализ и, о чудо, сорт, который уцелел только на Лансаротте, пережил там филоксеру и до сих пор растет на собственных корнях, и оказался тем самым Паисом, тем самым Мишином и тем самым Креолой Чикой, темно-ягодный сорт, который везли с собой миссионеры в Новый Свет. Но миссионеры высаживали все растения вперемешку, мускат с Паисом, все вперемешку, и когда-то в какой-то момент сорта случайно переопылились, получившееся семечко упало на землю и проросло, и дало вот этот вот виноград, очень душистый, очень ароматный, не такой насыщенно душистый, как мускат, но очень приятный и очень свежий, с гораздо более приятной кислотностью. Так получился сорт, который называется Тарантес. Если быть совсем точным, то к Тарантелю в Перу не имеет отношения, и к Турунтесу не имеет отношения на Мадере, и к Тарантесу в Риохе не имеет отношения. Это чистый аргентинский автохтон, который родился там от европейских родителей. Если вам угодно, это первый ребенок, родившийся от европейцев на земле Нового Света. Соответственно, на самом деле это четыре разных сорта. Тарантес Риохана, Тарантес Санхуанина, Тарантес Сальто, и последний не помню, как называется. Но максимальное распространение из них имеет только Тарантес Риохана, и фактически сейчас выращивается уже только он один. Производство и экспорт его растут стремительно, 26% от 2009 к 2010 году, и дальше чуть меньше активными темпами, но Тарантес до сих пор активно выращиваются. Мускатные ноты слышны очень хорошо. Он сорт мускатной группы, ароматический сорт, но не такой агрессивный, не такой навязчивый, гораздо более свежий. В настоящее время Ассоциация по продвижению вин Аргентины приняла этот сорт в качестве второго флагманского сорта Аргентины. Первым флагманским сортом Аргентины является Мальбек. И слоганом для продвижения вин Аргентины на внешних рынках является слоган, который вы видите в последней строчке. It takes two to tango. Для tango нужны двое. И Тарантес и Мальбек часто изображаются вдвоем. Тарантес в красной мулете Терадора, как мужчина. И Тарантес, как дама в белом платье, танцующая tango. Соответственно, tango – это символ Аргентины. Мальбек и Тарантес, как символы Аргентины, мужское и женское вино. Так строится современная отчасти маркетинговая политика по продвижению вин Аргентины. И Тарантес – вполне востребованный, достаточно интенсивно пахнущий сорт. Несмотря на происхождение от муската, лишен многих его недостатков. Не имеет такой сильной, насыщенной, парфюмированной ароматики. Неплохо сохраняет кислотность. Аккуратно, деликатно стареет. Довольно быстро, но не портясь так, как мускат. Может быть сделан в сухом виде, тогда как мускаты почти всегда полусухие или полусладкие. Соответственно, автохтон для Аргентины. Имеет интенсивный цитрусовый экзотический яркий аромат, но при этом сохраняет известную свежесть и элегантность. На иллюстрации, что у нас находятся? Экзотические фрукты на верхней картинке, а на средней картинке что находится? Кто знает эту траву? Что это такое? Ну, 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 что это за трава у нас? Лемонграсс, да, совершенно верно, лемонграсс, лемонграсс. Да, это лемонграсс, оттенки лемонграсса, оттенки лайма, оттенки экзотических фруктов, они характерны для этого сорта. И, соответственно, все это встречается. Иногда ананас, иногда какие-то вещи. Да, вы все абсолютно правы, лемонграсс. Вина лучше выпивать в первые 2-3 года жизни, потому что они не стареют, ничего интересного не накапливают. Но в молодом возрасте очень приятные. И, что самое главное, они выдерживают конкуренцию с очень пряной, паназиатской, всякой кухней, с огромным количеством всякого карри, вот этого всего. Эти вина вполне себя выдерживают, вполне себя неплохо показывают. Яркость и свежесть аромата – это плюс. Тарантес от Кума очень хороший. Черемша, да, смешно. Лук по ней тоже, да. В ароматике Черемша, в ароматике вина – это было бы круто. Вот. Петахая, не знаю, что это такое. Это вам сейчас Тимур Булатов прокомментирует. Он у нас специалист по всякой Dragonfront. Да, да, да. Вот. Маракуя, она же. Это что касается Тарантеса. Ну и, соответственно, ЮАР. В ЮАР тоже не было своих сортов. Дикорастущего винограда в ЮАР никогда не было. До тех пор, пока в 1925 году Авраам Ицхак Перольт не скрестил, не переопылил пинонуар и сенцо, который в то время в Южной Африке назывался словом Эрмитаж, и получил сорт, который называется пинотаж. Сорт пинотаж долгое время так и находился на всяких вспомогательных посадках в университете, в разных школах. Студенты тренировались на нем прививки, тренировались подрезки, винификации и всему остальному. Но потихонечку он вышел за пределы университетских посадок и стал коммерческим сортом. Только в 1961 году был произведен первый бутилированный пинотаж торговой марки Ланзерак, урожая 1959 года. И в зависимости от того, как вы относитесь к этому сорту, вы считаете этот сорт либо титульным сортом Южной Африки, его единственным, фактически автохтоном, таким распространенным и известным, либо вы относитесь к нему как к худшему вообще проявлению. В самой Южной Африке существует как пропинотажное движение, так и активное антипинотажное. Люди спорят о том, можно ли объявлять этот сорт флагманским или нельзя, потому что у него действительно очень спорная ароматика. Если пинотаж подвергается даже самым легким вирусным заболеваниям, либо слегка не дозревает, либо с ним происходит еще что-то, вина становится такими гарными, копчеными, жареными, очень горелыми и очень своеобразными. Но начиная с середины 90-х годов, с пинотажем очень много работают и появилось много свежих, приятных, элегантных, таких уже фруктовых очень вин из пинотажа. И Бористу вы вот все цитируете, я вижу много замечаний в чате, что Бориста это прям очень здорово и очень круто. Соответственно, в ЮАР существует ассоциация активных приверженцев сорта, в частности Бейерсклув, топовая винодельня, которая много работает. Симон Сиг делает обалденный Ред Хилл пинотаж. Лавинир, Шамани, Каабзихт, Кананкоп – все они производят пинотажи великолепнейшего уровня. Но есть и агрессивно злобные противники, которые говорят, что никакого пинотажа никогда в жизни на нашей винодельне не будет и ни в коем случае. Тем не менее, сорт очень разный в своих проявлениях, бывает всякий. Основная ароматика – это черные ягоды, это бекон, это копчености, это очень много всего. При недостаточном подходе может давать лакокрасочные, ацетатные ноты, копченые и даже горелые вина, тяжелые и грубые. Соответственно, в плюсах – плотные, интенсивные, насыщенные, ярко-ароматичные красные вина. В минусах – часто недостаток кислотности и достаточно неоднозначная противоречивая ароматика. Симон Сиг – отлично. Симон Сиг выпускает два разных вина. У Симон Сига есть базовый пинотаж, который, ну, как бы нормальный пинотаж, так, в общем, неплохой. А вот Ред Хил – это фантастический пинотаж, который входит в стабильное. Ну, я не помню ни одного года, чтобы он не вошел в топ-10 лучших пинотажей ЮАР, по мнению конкурса «Лучшие пинотажи Южноафриканской республики». Ред Хил – это фантастическое вино. Ред Хил – 2012 года. Я как-то купил ящик и был абсолютно счастлив в течение очень долгого времени. Это было прям замечательно-замечательно. Ароматы кофе иногда встречаются. Ароматы шоколада, особенно с поддержкой бочки. И, соответственно, бариста тому ярким примером. И не только бариста. Бошендаль – неплохая винодельня, очень. Вот Денис пишет, что для меня пинотаж тяжеловат. Пинотаж – сорт противоречивый. И в самом ЮАР, я напомню, есть как активные фанаты пропинотажные, так и активные. Дмитрий спрашивает. Насколько большую роль играют дрожжи в кофейном аромате пинотажа? Гораздо большую роль играет дуб правильной степенью обжига. Бариста – вино, которое очень активно работает с бочками. И вот кофейные ароматы сильно подчеркиваются правильным подбором дуба. Огромное спасибо Дмитрию, Антону Сериченко, Анне, Бирен Маус – спасибо, очень приятно. И Алиса еще раз. Александр Межанов – спасибо вам большое, очень приятно. Максим Кобелев ни разу не пробовал пинотаж. Попробуйте с Баристы. Может пойти, может не пойти. Попробуйте по возможности Ред Хилл. Он, к огромному сожалению, стал сильно более дорогим. И, в общем-то, в пятерочке неплохой красный купаж. По-моему, с пинотажем, если я правильно помню, стоит, вполне себе есть. Соответственно, это что касается пинотажа. Так, мы двигаемся с вами дальше. И мы куда пришли? Что же это за страна нас ждет? Бариста пропал из Киба, да? Очень жалко. Нас с вами ждет, джентльмены, нас ждет вторая серия, что называется. Нас с вами ждет Россия. И основным автохтоном России является красностоп Золотовский. И давайте знакомиться с этим сортом под финал. Финалочка у нас будет про Россию. Сорт очень-очень разный. Присутствующие здесь в чате Владимир Глухов, Игорь Чепкасов не дадут мне соврать. Я когда-то давно, лет 7 или 8 назад, сделал для красностопа дегустацию, которая называлась «Все красностопы России». Она прошла, если мне не изменяет память, в 2014 году, первая дегустация. Когда я собрал абсолютно все красностопы, которые выпускались на тот момент, и мы их пробовали. Сорт очень противоречивый в том плане, что все вина были разные по стилистике. Все вина были разные по ароматике. И, по большому счету, очень мало чего общего между ними было. Поэтому единственное, что можно сказать про красностоп, это то, что это сорт очень мощный, очень тонинный, дающий могучие плотные вина. Но, что в этом сорте от терруара, от земли, что в этом сорте от региона, что в этом сорте от технологии виноделия, мы до сих пор внятно сказать не можем. У нас до сих пор недостаточно информации по тому, что же это за сорт. Более того, мой, опять же, упоминавшийся друг Бессо Атанасов регулярно делает химические анализы всех красностопов, которые попадают ему в руки. И он говорит о том, что практически во всех образцах полифенольная карта настолько различная, что вряд ли, когда мы говорим о красностопе, мы говорим о одном и том же сорте. Скорее всего, под этим именем скрывается несколько разных сортов или кроссов красностопа с другими сортами, потому что тонинная и красящая карта, антоцианная карта, настолько разная, что вообще не близко. Сергий спрашивает, не родственник ли одесский черный красностопу? Нет, не родственник. Одесский черный – это кросс между Аликантом Буше, это испанский сорт Горнач Тинторера, и Каберне Савиньоном. Одесский черный, он же Алиберне фактически. Это кросс между испанцем и французом, который появился на Украине и на сегодняшний день является основным автохтоном Украины. Очень мощный, тоже очень плотный, очень красящий, очень тонинный сорт, очень интересный. К огромному сожалению, у нас их очень мало. У нас из этих автохтонов кто-нибудь что-нибудь выращивает? Выращивает у нас из иностранных автохтонов, из перечисленных, по-моему, ну, только первые есть что-то. Генетику красностопов никто не делал ли? Делали ДНК-анализ одного из образцов, который был послан из винодельни Ведерников, отправляла свой образец на ДНК-анализ. Был проанализирован этот сорт, стопроцентный Витис Винифера, но не родственник прямой никаким европейским сортам. Соответственно, что там происходит, откуда он взялся, мы не знаем, но это стопроцентный Витис Винифера, абсолютный российский автохтон. Соответственно, близких к нему сортов среди европейцев нет. Плотность и интенсивность вина, их долголетие – это плюсы красностопа, отсутствие единого внятного стиля и крайне недостаточные знания о сорте и очень мало работ – это то, что минусы. Чей красностоп вы порекомендуете пробовать? По большому счёту, три красностопа я порекомендую попробовать. Это красностоп Бюрнье, это красностоп Раевского, если сможете найти четыре, это красностоп Собербаш и это красностоп, естественно, Ведерников. Это четыре красностопа, которые стоит попробовать для того, чтобы понять, насколько они все разные, насколько они все противоречивые и насколько нет единого стиля в этом сорте. И мы не очень понимаем вообще, что это такое, один ли это сорт, разные ли это сорта, разные ли это клоны, разные ли это адаптации. Мы вообще про красностоп знаем крайне-крайне мало. Соответственно, основная ароматика – черноплодная рябина, терн, черёмуха, красностоп от Дзитоева рекомендую. Да, пятый красностоп, спасибо, что напомнили, Сергей. Да, красностоп очень рекомендую. Очень мощные все вина, очень плотные, все на чёрных ягодах. Кстати, что касается вина Константина Дзитоева, то я достану из-под стола бутылку, которую я буквально вот только что, ну не сегодня, а третьего или четвёртого дня дегустировал, не сплёвывая, что называется. Вот стоит у меня пустая бутылка ещё под столом, ещё неописанная. У Дзитоева хороший Саперави, хороший красностоп. Кстати сказать, сейчас появится ещё один красностоп от Мельстрима. Я его пробовал, я сейчас иногда бываю на винодельне Мельстрим. Винодельня проходит большой этап переработки, реконструкции, и вина начинают гораздо более высокого качества производиться, чем это было. И, возможно, появится красностоп от Мельстрима. И я вам должен сказать, что знаете, что я заметил? Я заметил удивительную вещь. Красностоп и Саперави очень хорошо ведут себя в купаже. Саперави часто не хватает танинов. У красностопа их с избытком. У Саперави часто повышенная кислотность. У красностопа её часто не хватает. Купажи красностоп Саперави зачастую выглядят лучше, чем красностоп сам по себе. И Саперави сам по себе. Поэтому попробуйте, это интересно. Соответственно, про сорт понятно, что ему требуется большая выдержка. У него он тонинный, он плотный, он такой мощный сорт. И, соответственно, его надо держать. Что касается других автохтонов России, то у нас довольно много автохтонов. Красностоп от Шартот Аман неплох, но он не входит в число моих фаворитов персональных. Он неплохой, но я небольшой его фанат просто. Другие российские автохтоны. Цемлянский чёрный. Гораздо более деликатный красный сорт, которому часто не хватает тельности. Но сорт сам по себе даёт такие, с одной стороны, интенсивные в аромате и во вкусе вина, с другой стороны, довольно лёгкий. Плечистик, Варюшкин, Голубок, Достойный, Амурский Потапенко и Алый Терский. Это всё наши автохтоны. Почти все из них Витя Свинифера, кроме Амурского Потапенко и, возможно, Достойного. Потому что про Достойного мы так достоверно и не знаем, кто его родители. Документы, которые на него есть, заведомо не соответствуют. Как минимум один из родителей заявленных точно не является его родителем, согласно последним ДНК исследованиям. Ну и сорта советской селекции. Это Гранатовый, это Рубин Магарача, Сапиравис Северный, Рубин Галадриги. Сергий говорит, что Цитрон Цирупинский из Херсона. Это всё сорта советской селекции, сделанные в разных институтах в советское время. Я считаю, что они с равным правом могут считаться и автохтонами Украины, и автохтонами России. Потому что, по большому счёту, это автохтоны Советского Союза. Так получилось, что они были выведены в советское время совместной работой. Сибирьковый, Пухляковский, Кумшатский, Белый – это белые автохтоны России. Цитронный Магарача и Цитрон Цирупинский – это яркие мускатного типа сорта. Соответственно, это то, что у нас есть. Почти все сорта имеют свои определённые достоинства и совершенно свои недостатки. Сорт Растрёпа, он же Бебяска Ниагра, он же Рара Ниагра, очень неплох. Я пробовал Растрёпу буквально пару месяцев назад. Очень симпатично. Голубок тоже гибрид. Да, Голубок, кстати, тоже гибрид. Я что-то подзабыл, проскочил. Соответственно, финально подводя итог под сегодняшней лекцией, почему так получилось, что эти сорта в определённых местах имеют очень большие площади посадок, а на других землях, на других странах, в других регионах практически не выращиваются? Вы обратили уже, наверное, внимание, что у каждого из перечисленного сорта были свои сильные стороны и свои слабые стороны. И слабые стороны зачастую очень-очень важные. Так вот, только в определённых местностях эти слабые стороны как-то компенсируются природными условиями. Попытка перенести этот сорт в другую местность, в чуть-чуть другой климат, приводит к тому, что слабые стороны зачастую начинают доминировать во всех этих автохтонах, что и мешает им стать региональными сортами или международными. Соответственно, у нас сейчас такая история, что есть конкретные места, климатические, почвенные, влажностные, солнечные, какие угодно ещё, набор условий, которые компенсируют для каждого конкретного сорта его слабые стороны. Но малейшее отклонение от их условий приводит к тому, что вина получаются с очень серьёзными недостатками. Именно поэтому многие автохтоны так никогда и не станут, не выйдут за пределы своего узкого регионального круга, не станут даже региональными, и уж тем более не станут международными. Тем не менее, они интересны сами по себе, как сорта, и их желательно пробовать из тех мест, где они удаются лучше всего, и, соответственно, поэтому к автохтонам огромный интерес. Есть, наверное, будет и, может быть, будет даже усиливаться. Поэтому пробуйте, знакомьтесь, и огромное спасибо вам за внимание. Ставьте лайки, кому понравилась эта лекция, подписывайтесь на канал. Мы с вами увидимся. Я пока ещё точно не знаю, что будет следующей лекцией, но она всё равно, конечно же, будет. У нас ещё с вами много времени до конца месяца. Спасибо вам огромное за участие. Энтони Сопрано, спасибо огромное за поддержку. Иван Осипов, спасибо. Спасибо большое. Алиса, спасибо за интересные лекции, уделённое время. Можно пару слов про испанский Гадельо? Да, очень интересный, очень красивый, очень редкий сорт с ароматами жёлтых фруктов, груши, жёлтого яблока. Очень приятный и красивый. Андрей Чирва, спасибо огромное. Читаю вас лет 15 со времён ЖЖ. Наконец-то можно легко и приятно послушать. Спасибо огромное. Вы видите, времена меняются. ЖЖ сменился такой формой. Мне кажется, что она не самая плохая. Спасибо огромное. На пятницу 15-го будет Мальбек и будет стрим, где мы будем обсуждать, разговаривать про Мальбек, про его историю, про разные места и про Аргентину, про Францию, про всё остальное. Я обязательно сделаю рекомендательный постинг в соцсетях и в сообществе на Ютюбе с тем, что можно попробовать. Пару слов о турецких сортах. В Турции есть несколько собственных сортов, таких как Экюзгюзю, Боаскерея и Каличик Карасы. Каличик или Калиджик, больше Калиджик даже. Калиджик Карасы – сорт лёгкий, красный, такой пинунуаристый. Боаскерея – очень мощный, очень тонинный, довольно строгий. И Экюзгюзю может быть самый мягкий из них, самый такой лёгкий в восприятии. Могли бы вы порекомендовать вино Ирпиния Альянника Донна Кьяра? Да, Донна Кьяра – очень хорошая Альянника. Ирпиния – неплохой регион для этого сорта. За 17 евро – это корректная цена за это вино. Денис, читаете ли вы лекции в Питере? Вы знаете, иногда читал, когда было посвободнее и со временем, и с переездами. Читал как в рамках школ Энотрия и Вайнджет, так читал и в рамках мероприятий, которые организовывала ресторанная группа Итали Групп. Если после этих событий Итали Групп выживет, то мы обязательно вернёмся и посмотрим на это всё. Проверьте, пожалуйста, вопросы из донатов. Насколько большую роль играют дрожжи в кофейном аромате Пинотажа? Больше дуб. Услышать пару слов про критические автохтоны я отметил. А что же я пропустил? Спасибо за интересное видео. Взял пробовать Лаго Вибрант Ароматик Винью Верде. Вино очень нежное, лёгкое. Но оказалось, что оно слегка игристая. Бутылка, как у обычного вина. Можно ли это понять до покупки вина? Нет, нельзя. Это типичная особенность Винью Верде. И оно такое вино. Понял, что про фитязку нягра вы не в курсе. Вы ошибаетесь. Я в курсе всех молдовских автохтонов. Я повторюсь, что я два раза судил национальный конкурс в Кишинёве. Я за последние три года, раз семь, наверное, был в Молдове. И пробовал и фитязку нягру, и рару нягру, и фитязку алба, и оницканский белый. Поэтому нет таких сортов в Молдове, про которые я был бы не в курсе. Если что-то остаётся за рамками лекции, то только потому, что нельзя впихнуть в одну лекцию всё, что только возможно. 300 автохтонов только в одной Италии. И уж тем более, их гораздо больше, чем всех остальных. Соответственно, к сожалению, по винью Верда надо знать, что оно слегка фризантое. Лаго при перевороте бутылки слегка пенится. Да. Денис, знаете ли вы производителя Фердинанда Принчипьяно? Боюсь, что нет. Адриана Тарантино. Как вам вино Виорика? Очень неудачный, на мой взгляд, сорт. Очень такая интенсивная парфюмированная ароматика. Очень часто не хватает этому сорту кислотности. Довольно быстро становится горчащим сорт. И Виорика, ну, сорт, в принципе, пока молодой, ещё ничего. Но очень часто бывает излишне парфюмированным, излишне душистым, излишне тяжёлым в ароматике. Таким прям броским и навязчивым. Это что касается наших. Про Крым. У нас в Крыму огромное количество автохтонов. Опять же, я прошу не обсуждать и не касаться темы, чей Крым. Это не важно. Крым – это винодельческая территория. И мы говорим, когда мы говорим про Крым, мы говорим про винодельческую зону. Она уж сама как-нибудь определится, чья она. Так вот, в Крыму есть прекрасный сорт кефессия. Мощный, тонинный, плотный и в то же время изящный. Есть такие сорта, как кокур. Очень приятный, деликатный, нежный сорт с фруктовой приятной ароматикой. Сорта сары пандас, кок пандас, солдая и много других. К огромному сожалению, почти все они у нас сейчас находятся в стадии восстановления. Восстановление в промышленных посадках. Практически в промышленных посадках ничего нет. Если где-то что-то есть, то буквально первые гектары. Нам с этими сортами предстоит огромная работа всем. Потому что сорта, безусловно, интересные и любопытные. И что из них можно сделать, совершенно пока непонятно. Да, YouTube сохранит эфир, этот эфир будет. Так, что я еще из донатов пропустил? Есть такая вещь, как аэратор. Есть ли от него прок? По ощущениям, плотные красные вины через него становится легче. Вы знаете, если вам хочется прогнать вино через аэратор, то, наверное, лучше было бы его подержать, полежать. Вы просто рано открыли бутылку. Но, в принципе, есть. Есть, а иногда для тонинов, для смягчения тонинов, аэратор помогает. Могли бы выдавать все. На все остальные вопросы из Donation Alerts я ответил. За сим еще раз огромнейшее всем вам спасибо за то, что провели со мной этот вечер. За ваши вопросы. Это всегда очень важно, что ты видишь, что работает у нас прямая связь. 600 рублей для новозеландского сомельё на Old Coacher Road. Приемлемая цена? Да, приемлемая. После прошлой лекции купил Grand Corona с резерву за 9 евро. Очень хорошая покупка. Игорь, прям это удачное. И еще раз вам спасибо. До следующей встречи. Пока-пока. Продолжение следует...